МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Безопасности. Я и ведущий Александр Булдаков. И вот о чём мы расскажем в этом выпуске. Общественники из Советского района Новосибирска уже несколько лет бьются за сохранность леса на территории Академгородка. Какую победу они одержали в своём нелёгком деле? Коллекцию оружия, которую общественности ещё не представляли, продемонстрировали в ходе празднования юбилея одного из подразделений Росгвардии. В чём уникальность этого собрания? Смотр-конкурс солдаты антитеррора посетил Максим Дрозд, что привело в сибирскую столицу российского актёра театра и кино. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Общественники из Советского района Новосибирска, которые вот уже несколько лет бьются за сохранность леса на территории Академгородка, одержали, может быть, и не окончательную, но точно знаковую победу. Районный суд встал на их сторону в споре с мэрией в отношении использования природного бора лисьей горки. Об этом далее. Надо сразу сказать, что этот суд, который начался около полутора лет назад, только один из целой череды разбирательств в отношении двух участков академического лесничества, которые мэрия Новосибирска своим постановлением вывела из состава городских лесов. На этих участках находится огромное количество растений, занесенных в Красную Академию Российской Федерации. Мы предложили достаточное количество заключений ученых и доказательства об этом. Эта территория также входит в объект культурного наследия. Общественникам удалось доказать, что своим постановлением мэрия уменьшила площадь академического лесничества, а делать этого нельзя, о чем говорит лесной кодекс. Также ИСС считают, что на решение суда повлиял и факт нарушения прав жителей Академгородка на благоприятную окружающую среду. Суть вынес правосудное решение об отмене постановления номер 1864 от 02.06.2022 года. Суть этого постановления была в том, чтобы исключить участки леса природного бора из природного бора Леси-Горки для строительства пыльной трассы. Однако это решение Советского районного суда может и не повлиять на ситуацию в целом. Единственное, чего я опасаюсь, что сейчас мэрия начнет выпускать новые постановления, уже учтя все вот эти вот ошибки исправить их, которые будут уже сложнее оспаривать. Но в этом процессе мы доказали то, что вот эти постановления, они, во-первых, незаконны еще и потому, что для городских лесов некорректно производить мены участков. Это раз. Во-вторых, они не могут увеличить площадь, как они заявляют, потому что все участки, которыми они пытаются увеличить, они не появляются из воздуха. Так как у нас не расширяются границы поселения, то есть города Новосибирска, считают общественники. Они их берут из тех резервов, которые они когда-то исключили в 2013 году. И эти участки висят, как белое пятно, и по документам к лесничествам не относятся. Простому обывателю, наверное, непросто разобраться во всех тонкостях кадастровой науки относительно земельных участков в Академгородке. Но общественники в этом деле знают все постановления городских властей, даже по номерам. Люди не сильно верят в то, что двумя участками леса хотят пожертвовать только ради автомобильной дороги к транспортному пересадочному узлу, который будет включать пока не существующую железнодорожную станцию университетская и конечную остановку общественного транспорта с перехватывающей парковкой. И, конечно же, это все безумие кажется, что вглубь леса куда-то остановку конечную вырубать вот эту дорогу зачем-то. вот, но это не безумие будет в том случае, если представить, что вместо этого леса жилой район. То есть это все делается для того, чтобы этот лес уничтожить и застроить. Но это только предположения жителей Академгородка. Пока можно с уверенностью констатировать только то, что громкое лесное дело в советском районе Новосибирска закончено в пользу природы и те, кто ее любит и бережет. Все, что незаконно, в нашей стране наказуемое. Вот и участников преступной группы приговорили к реальным срокам лишения свободы. Силовики пресекли оборот контрафактного алкоголя, а суд вынес обвинительный приговор. Смотрим. Противоправную деятельность преступной группы, которая занималась незаконным производством и сбытом алкоголя на территории Новосибирской области, пресекли сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности. Что вы здесь делаете вообще? Снимал это помещение, все. Для чего? Производил это, алкогольные продукции. Каких марок? Обычно 0,5. В октябре 2021 года оперативные сотрудники управления ФСБ и ГУМВД России по Новосибирской области выявили в промышленной зоне Кировского района подпольный цех, в котором нелегально производилась спиртосодержащая продукция под видом известных российских и зарубежных брендов. Суррогатные водка, коньяк и виски распространялись по территории Новосибирска и в других городах Сибири. Из незаконного оборота изъято свыше 5 тонн контрафактного алкоголя. В отношении организатора преступной группы Гаджиева, а также двух его соучастников Гаджиева и Гулматова, главным следственным управлением ГУМВД России по Новосибирской области, было возбуждено и расследовано уголовное дело по 15 эпизодам их противоправной деятельности. Связано с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции, а также незаконным использованием чужого товарного знака. Кировский районный суд Новосибирска всех участников преступной группы признал виновными по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса России и приговорил Гаджаева и Гаджиева к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Гулматов получил более мягкое наказание 3,5 года колонии общего режима. Таким образом, правоохранители и наша Фемида в очередной раз доказали, что подпольное нелегальное производство чего бы то ни было в нашей стране всегда чревато неприятными последствиями. Оправдывал и пропагандировал нацистскую идеологию. Осужденный за распространение наркотиков молодой человек, находясь в колонии, заработал новый срок. О том, как сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России вычислили деятельность скинхеда. Далее в нашем материале. Евгения Бреславского 1996 года рождения за незаконный оборот наркотических средств Советский районный суд Новосибирска осудил еще в 2017 году. На тот момент злоумышленник являлся еще и лидером движения Новосибирск скинхед юнити. Тя как этой запрещенной в нашей и многих других странах идеологии в молодом человеке не угасло. Как выяснили оперативники УФСБ России по Новосибирской области совместно с работниками регионального ГУФСИНА осужденный, оправдывая и пропагандируя нацистскую идеологию публично демонстрировал в исправительной колонии номер 18 татуировки в виде нацистской атрибутики и символики. Следственные органы СК России по Новосибирской области возбудили и расследовали уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Гражданина пришлось изолировать от других осужденных и поместить в штрафной изолятор. Октябрьский районный суд признал виновным Евгения Бреславского и приговорил двум годам семи месяцам лишения свободы. Так как на момент получения нового срока прежней он уже отбыл ему зашли время содержания под стражей. В итоге приверженцу нацизма придется отсидеть в колонии строгого режима еще два года и четыре месяца. 18 февраля в России отмечают День органов внутренних дел на транспорте. Сотрудники этого подразделения МВД обеспечивают правопорядок на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Накануне этого профессионального праздника мы побывали в криминалистической службе сибирских полицейских. Компьютерная, строительно-техническая, бухгалтерская, товароведческая, криминалистическая, а также фоноскопия. Все это виды экспертиз, которые проводят в экспертокриминалистическом центре управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Его сотрудники в своей работе опираются на знания химии, биологии, акустики и многих других разделов науки. Но в отличие от экспертов других служб и ведомств в транспортной полиции специалисты должны учитывать довольно много нюансов. Это значительное удаление от места дислокации экспертов и соответственно сами объекты это рельсы, это поезда, это аэропорты, транспорт водный, воздушный. То есть здесь требуется значительная оперативность действий для того, чтобы успеть попасть в уходящий поезд и отработать качественно следы в тех условиях, когда, допустим, в купе вагона, да, то есть постоянно находятся граждане, да, то есть следы подвержены утрате. И, конечно, экспертам и криминалистам транспортной полиции есть куда расти, какими знаниями и компетенциями еще обогачать свой труд для скорейшего раскрытия преступлений. На мой взгляд, нами еще не до конца освоенный вид экспертизы. У нас специалист в Красноярске получил допуск по производству психофизиологических экспертиз. Мы оборудуем лабораторию для производства данного вида экспертиз. И вот данный вид экспертизы, он еще довольно интересен и довольно занимателен. То есть мы будем смотреть, как это будет на практике работать. На торжественном собрании по случаю Дня органов внутренних дел на транспорте сотрудников экспертно-криминалистического центра тоже награждали. Но особый акцент начальник сибирских полицейских полковника Игорь Бояринов сделал на роли ветеранов в становлении службы и воспитании молодых сотрудников. Вы смогли сохранить те традиции еще советской милиции, укрепить их и даже успеть поучаствовать в становлении уже новых современных реальных становлений уже транспортной полиции. Мы помним это, мы чтим ваш опыт и мы его, поверьте, используем, что говорится, на все 100%. Сотни килограммов наркотиков изъят, оружия на 30% практически сократили количество преступлений, совершенных в общественных местах. В этот же день сотрудники управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу почтили память павших коллег. Цветы возложили к мемориалу погибших милиционеров и полицейских. Уникальную коллекцию оружия, которую общественности еще не представляли, продемонстрировали в ходе празднования 55-летнего юбилея одного из подразделений Росгвардии. В феврале 1969 года было создано подразделение государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Так что за коллекцию оружия собрали в историческом парке «Россия. Моя история». Сейчас расскажем. Напомним, что юбилей отмечает структура, ныне входящая в состав Росгвардии, контролирующая оборот гражданского оружия и деятельность частных охранных предприятий, а также обеспечивающая безопасность объектов топливно-энергетического комплекса. В Новосибирской области этим занимается Центр государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Но так как его основополагающая деятельность все же касается ружей, карабинов и пистолетов, то выставка во многом уникального исторического стрелкового оружия здесь весьма кстати. Оружие это часть, неотъемлемая часть истории Отечества, истории России, неотъемлемая часть военной истории. И оружие как предмет материальной культуры это очень интересное явление. Это такой сплав и конструкторской мысли, и интересных находок, и это иллюстрация развития технологии, общества, развития тактики, эволюции военной доктрины страны. В общем, многого-многого. И в то же время оружия это свидетель войн, это свидетель боевых действий, это свидетель побед. Нашим историкам удалось собрать экспонаты, обладающие признаками культурной ценности, а многие образцы оружия относятся к культурным ценностям, имеющим особое значение. Есть револьвер-наган в модификации для чинов пограничной стражи Российской империи с неотъемным прикладом и удлиненным стволом. В тех условиях пользоваться винтовками системы Мосина или Бердана, которые стояли на вооружении Российской империи, было очень неудобно. Вот компромиссный вариант. Уже в советский период основным краткоствольным оружием командиров Красной Армии и сотрудников НКВД стали пистолеты конструкции Токарева, знаменитые ТТ. Два маленьких пистолета системы ТК, это тоже редкое ныне оружие, Тула Коровин, конструктор Коровин, калибр 6,35 мм, очень маленький, маломощный патрон, оружие самообороны. Разработан он был по заказу спортивного общества «Динамо» в 1926 году, но применялся он оперативниками. Из зарубежного оружия жемчужной коллекции можно назвать уникальный капсюльный мушкет Спрингфилд. Это подлинник, это оружие гражданской войны в Соединенных Штатах, выпуска 1863 года, с очень редкой маркировкой на замочной доске Филадельфии. От этих мушкетов было выпущено не более трех тысяч. Оружие постарше в Сибири раздобыть непросто, поэтому пищали фитильные, кавалерийские и капсюльные здесь представлены в виде музейных копий. Много оружия, в том числе очень редкого, выпускавшегося ограниченными тиражами, с которым Красная Армия воевала и побеждала фашистов в годы Великой Отечественной войны. В общем, коллекция действительно уникальна. Познакомиться с ней можно в Новосибирске в Историческом парке «Россия. Моя история». Сольное и коллективное пение, хореография, инструментальная музыка и художественное чтение. Эти и другие номинации в этом году оценит жюри смотра конкурса «Солдаты антитеррора». По названию можно понять, что проводит творческий батл Сибирский округ войск Росгвардии. А вот при чем здесь российский актер театра и кино Максим Дрозд? Сейчас расскажем. Очередной смотр конкурс самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора», который проводит Сибирский округ войск Росгвардии, закончился. Лучших в своих номинациях участников пригласили выступить на галоконцерте. В фестивале приняло больше 100 участников. Было представлено более 90 номеров патриотического направления. Номера, которые поддерживают участников СВО, конечно же, о любви к родине, поддерживающие боевой дух в службе наших сотрудников Росгвардии, также военнослужащих. Творческие коллективы и отдельные одаренные личности приехали со всех регионов Сибири. На фестивале традиционно представляются такие номинации, как сольное пение, самая многочисленная, авторская песня, очень интересная, литературное чтение, художественное чтение. Много участвовало таких коллективов, как вокально-инструментальные ансамбли. И, конечно же, в лучшую сторону можно отличить сольное пение, это самые сильные исполнители, и авторская песня. Она, как всегда, направлена на поддержку боевого духа. Под землею вороны сторожат все стороны. Не уйдешь от зоркого глаза вожака. В качестве почетного гостя побывал на галоконцерте и известный по многим фильмам и сериалам российский актер театра и кино Максим Дрозд. Он увидел важность творчества в жизни военнослужащих и их семей. Я думаю, сегодняшний смотр сплачивает боевые коллективы и помогает четко выполнять боевые задачи, переносить тяготы и лишения воинску службы. Актер появился в воинской части и даже познакомился с бытом военнослужащих совсем не случайно. В одной из частей Сибирского округа войск Росгвардии проходит службу по призыву его сын. Служу в прекрасном коллективе, хожу в наряды, занимаюсь собственной дисциплиной, занимаюсь спортом. Вот сегодня получил прекрасную возможность поучаствовать в творческом конкурсе, почитал прекрасное стихотворение про детей Донбасса и сразу же вспомнил за счет этого конкурса свой театральный институт школы-студия МХАТ. Очень рад, что даже в армии можно заниматься творчеством. Да, в армии, в том числе и в Росгвардии можно заниматься разными делами. Главное, чтобы они не противоречили воинскому уставу и приказам командиров. Один мудрый человек заметил, актер должен научиться трудное сделать привычным, привычное легким и легкое прекрасным. Смотрите программу безопасности на канале ЭНСК-49 и не забывайте есть мнение, что весь мир театр, а люди в нем актеры. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин